Девушки отдыхают И молчаливый Виктор Итак, дорогие друзья Почему мы оказались сегодня здесь В этой замечательной студии на Первом канале? Потому что вот уже 20 лет Я, сиротинушка Никак не могу обрести свою вторую половину Почему? Потому что всегда рядом со мной Два вот этих бдительных цербера Анна И мой младший брат Петр Виктор, 34 года Телерадиоведущий, продюсер, ресторатор Сын известного журналиста Кирилла Набутова Гордится тем, что никогда не идет на компромиссы со своей совестью Мечтает стать автором и ведущим Научно-публицистической программы Виктор встретил девушку, которая идеально подходила ему на роль жены Но когда понял, что для полного счастья С ней не хватает всего одного пункта В экстренном порядке прервал отношения Виктор не является поклонником Вызывающей женской красоты Не считает достоинством стервозность И не находит пикантной, нецензурной бронизу с женщиной Женится на остроумной, образованной, темпераментной брюнетке С симпатичным изъяном во внешности Виктор, вам 34 года В общем-то уже в этом возрасте детство вспоминается с трудом Пора готовиться уже, да В общем, да Скажите, вы жили с мамой? Я маленький сынок, да, абсолютно А родители рано развелись? Родители развелись довольно поздно И в этом самая большая ошибка Вообще наших семейных отношений Когда сколько вам было? До последнего Надо... А? Ну, мне я не помню уже Сколько мне было? Тебе было... У меня свидетель еще один Лет 10? А, нет, нет, по-моему Я уже был Мне был год Тебе еще полных лет не было А мне, соответственно, было лет 12 Он даже при всем том, что он человек известный и публичный Мне кажется... Ну, судя даже по тому, как вот он общается Что он не потерял действительно что-то настоящее Подлинное И человеческие качества Вы с отцом в близких отношениях? У нас хорошие товарищеские отношения Какие могут быть у человека в 34 года У человека в 55 А с мамой? С мамой... Нежная любовь Нежная любовь Нежная любовь И, наверное, отношения старшего брата в моем лице И младшей сестры Я прав, малыш? Да, абсолютно Кто помогает? А вы вот своими любовными историями С кем делились? По молодости? Ну, не сейчас Сейчас у вас, наверное, уже этих историй-то и нет Возраст Нет, абсолютно Я давно на тренерской работе уже Конечно Мне интересно Я свою активность тебя не задаю Тогда будешь в узелке сидеть? И такая Смотреть на него Ну, знаешь, я не думаю, что нам нужна девушка активнее Это тогда что? Цирк? Ну, вот когда начались первые любовные переживания Яркие Кто об этом первый узнавал? Мама, папа, товарищи? Нет, ну, папа узнавал от каких-то знакомых Потому что все, конечно, в городе друг друга знают И до него доносили Но он мне Он мне давал самые ужасные советы в этой жизни Типа? Он мне никогда не помогал материалом Он всегда помогал советом там Старичок, не женись рано Женись на сироте Ну, и так далее Все-таки я, естественно, как папа Главное вовремя дать боковика Боковика Я смотрю, что вы подготовились Роза Кефира Все верно Вы понимаете? Ну, и в результате теперь он бегает за мной Клянчит внуков Что касается отношений Мне, конечно, у меня была идеальная модель отношений с мамой Потому что с 18 лет я был абсолютно свободен Я сам себя обеспечивал Но при этом Никто не вмешался в мою личную жизнь Но при этом у папеньки были ключи от вашей квартиры Нет, это появилось позже Он приезжает иногда Уже сейчас Полить цветы Когда он вас застукал? Сказал, нет, тебе ведь уже пора жениться Ну, это был долгий студенческий роман Мне было 17 лет Я влюбился в девушку Мою ровесницу в институте Страшно Потерял башню абсолютно А была лучше там Умнее, наверное Вообще, как девушке в этом возрасте Образованнее Хорошо, что он так говорит о своей девушке Да, что он ее не топит Не говорит ничего плохого Не опускает Это была такая юношеская любовь Во многом собственническая То есть я страшно ревновал Там мы гонялись друг за другом по всему миру Там какие-то были Санта-Барбара бесконечно Но в какой-то момент это все закончилось В общем, по обоюдному согласию Я на самом деле долго переживал Тебе нравятся мужчины в Лену и в Вашаме? Это очень брутально Вы живете в Москве? Я живу в самолете Ну, это понятно Нет, это не понятно Мне не понятно У меня из 30 календарных 30 рабочих Лет, а как можно строить семью, если ты живешь в самолете? Если ты все время в перелетах Ну, все-таки у Вас квартира в Москве? В Питере Я бедный Значит, сразу сказать Я нищенка Пожалуйста У меня нет ни прописки Я снимаю маленькую панельную двухкомнатную квартирку в Москве У меня нет даже машины Я же на метро И у меня нет дорогих часов Ботинок и все остальное Дом мой в Ленинграде И дом мой в Ленинграде Да ладно, а обаяние одно чего стоит Ну, да Не, ну ладно Господи, вам прощу Чтобы девушка не рассчитывала на многое Конечно, он специально, наверное, запугивает сначала А я ему сейчас богатую невесту подтяну Давайте Собственно говоря Давайте А что, он клонироваться надо? Он красота какая ходит Как говорится И еще, чтобы она с характером была А можно не жениться к этому? Можно Как? Хорошо, Виктор Я поняла, что вы, конечно, о сокровенном ни-ни А в вашей басне сочинительской Я на самом деле был сейчас с вами Неправда Я с вами был абсолютно откровенен Нет, ну это точно в 17 лет А вот во взрослой жизни Что-то было, о чем жалеете, о потерянном? А вторые отношения у меня были С замечательным совершенно человеком С Оксаной И Это тот случай, когда Когда просто Я в хорошие отношения с прекрасным человеком Пытался вот Ну, чего-то нам не хватало Любви Я пытался себя обмануть Я нахожу там Мне не хватило, может, какой-то рабочего успеха Может быть, денег Ну, каких-то вещей, да А сколько прожили? Когда я понял, что на самом деле Все Все это есть И проблема в другом Я принял жесткое решение И мы разошлись Вы приняли, да? Я принял жесткое решение Очень болезненное, на самом деле, и для меня, и для нее А сколько лет были вместе? Были, наверное, года три или четыре, может быть Виктор Но мы как раз продолжаем общаться Я ей помогаю по-разному И как-то у нас сейчас очень хорошие отношения И умение хорошо и красиво расстаться Это самое важное Это одно из важных качеств мужчины Вы, конечно же, не обычный жених Редко у нас такие бывают Нет, вы молод, хорош с собой Работаете, не лентяете Судя по всему, без вредных привычек Ой, смотри, он замечательный мужчина Нет, 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 он с средними привычками По нему видно, что отпечаток все-таки его публичная жизнь дает Чего не хватает в тех девушек, которые встречаются? Если б я знал Ну, я не знаю, это биохимия Что вы от меня хотите? Ну, смотри, я ничего от вас не хочу Я просто хочу узнать, о ком мечтается Я могу только предполагать, какие мне нравятся женщины Ну, исходя из своего опыта, что меня заранее там больше чуть-чуть привлекает Или что мне не нравится Но я совершенно не исключаю, что это будет страшное, кривоногое, без зуба Уже без образования, угла Который я буду за ней волочиться вот с таким языком И я, поверьте мне, я вижу мужиков, которые теряют голову Я вас поломаю Потому что бывает такая хорошая, как пасхальное яйцо Чистенькое, красивенькое, гладенькое Но просто до тошноты До тошноты Да, а я до сих пор, между прочим, пытаюсь своего мужа Я говорю, как ты мог жениться на такой, как я Какой? Как ты мог жениться? Я была пьющая, курящая Мать-одиночка Материлась Хамка просто непонятно какая Это обаяние Да, и любил, и добивался столько лет Поэтому я вас как раз понимаю Но что-то вы должны увидеть, как мой муж увидел во мне Считал это, понимаете, я с годами стала его мечтой Вот какой он себе намечтал Я сейчас на вас смотрю, я смотрю сейчас тоже Могу начать вступить в работу А глаза стреляют до сих пор Ну естественно, 74, жизнь только началась Поэтому главное, что должно быть в женщине Я поняла, беззубая, хромая, без волос Но при этом Только не про обаяние Но доброе Доброе Но при этом он так и не женился Да Наводит на мысли Но есть вещи, которые Давайте прикинем, да Я не люблю высоких женщин Но это нормальное Ну если мы берем сексуальное притяжение Потому что я высокий мужчина Ну правильно, как маленький не любит маленьких Чтобы до мышей-то уже Да, да Понимаете, поэтому Мы с вами расскажем Конечно, зачем, чтобы у вас гуманоиды рождались Ну понятно Поэтому Маленькую Нет, ну тогда у меня могут переростки рождаться Кто-то же Я люблю Мне нравится Ну не миниатюрная изяна Но не высокие женщины Я Мне нравится, когда в женщинах есть Какой-то небольшой изъян Что придает женщине шарм Это вот то, о чем вы говорите Ну как, например, я Ну да Это может быть все, что угодно Легкая картавость Точно Легкая картавость Моя французская эр может быть как раз тем самым изъяном Изюминкой Есть вещи, которые меня возбуждают в женщине Вот прямо Я люблю тонкие пальцы Мне нравится тонкая щиколотка И я люблю, чтобы немножко была очерчена икра, например Икра ножной мышцы Извините, но это я Это внешне А почему вы извиняете? Это внешне Человеческая культура Человек должен понимать хорошо юмор Это свидетельство Это о гибких мозгах Чувство юмора Может не обязательно, что сам шутить Но чувство юмора ему присуще Поэтому Да Мне нравится его Самая ирония Люди из журналистики Ктрисы У меня было масса вариантов С ныне довольно известными барышнями С некоторыми я даже учился Завести с ними какие-то романы Отношения Нет, потому что это люди из одного профсоюза А между людьми в отношении Все-таки должен быть какой-то информационный обмен Всегда Он всегда освежает Ну, учитывая то, что он любит разговаривать И я могу говорить Мне кажется, что Мы друг другу очень подходим И будем разговаривать все время Главное, чтобы ты его не переболтала Улыбается Василиса Хороший знак Действите Вы понравились Василиса, а вы, кстати, замужем уже? Да, безнадежно Никогда не говори никогда Конечно Роза Здравия она Так, значит Ну что, Виктор Вы мечта многих женщин Ну, как капитан дальнего плавания Ушли Ну, вы сами же говорите Много летаете Значит, я вам буду искать Хорошую девушку Не кривоногую Не беззубую Из хорошей семьи Гена должна быть хорошая Вон, красавец какой Соответственно Та, которая хочет прямо замуж-замуж-замуж Которая хочет семью Которая за радость будет с вами Которая даже за радость, что вы будете летать И улетать А я вам желаю Встретить действительно невысокую Тихую Сговорчивую Умную Из хорошей семьи Ту, которая будет уважать вас Уважать вашу семью Она должна Вписаться в вашу жизнь Не только жить параллельно Своей яркой Прекрасной жизнью Но и вашей Естественно Тихую А вы считаете, что мне нужна тихая жизнь? Я считаю, да Ему будет очень скучно С пресной девушкой Которая сидит, ждет И вот так Да, дорогой Хорошо, дорогой Как скажешь, дорогой Кому-то я желаю тихушниц Знаете, такие порочные тихушницы А вам, правда Тихую Хорошую Без машины Оставить А у вас же нет ничего По-тихому Не надорвавшуюся Не надорвавшуюся Из хорошей нервной системы Из хорошей семьи Залюбленную Не надорвавшуюся Не надорвавшуюся Да, понимаете Вот не стероидно Потому что она прошла Крым и Рым В Москве зацепилась Жила 10 лет с нелюбимым А вот сейчас Когда у нее уже есть Это, пятое, десятое Такие же бывают у нас невесты Разрешила себе Вот и влюбиться Вот в такую Витька Нет Почему это? Ну не надорвавшую Ну вот потому что Я так прочувствовала Почему думаете, что я их должен любить А не меня А не меня больше Нарциссизм чувствуется Немножечко сейчас Проскальзывает Проскальзывает Не знаю Может быть это просто Это совпадение Но Василиса Василиса Что говорят звезды? Во-первых, вы просто по-человечески Могу сказать Восхитительно громкие Энергичные Одновременно осмысленные Очень редко это сочетается В мужчинах Обычно бывает Либо какая-то громая активность Либо бывает Рассуждение Мне приятно, что вы Будучи таким настоящим Энергичным овном Еще имея Венеру в тельце Вы сластолюбец Откровенный Но в общем Внутренне чувствуете Что живете для того Чтобы сделать мир гармоничнее То есть вы не просто энергичные А продуктивные Энергичные Мне это приятно А скажи, а столько приятных слов После того, как он спросил Замужем ли ты? Нет Нет Совершенно Совершенно не по этому И Василиса ему понравилась Да Вам действительно нужна женщина Не столько тихая Сколько спокойная Вот это должна быть Ее неотъемлемой чертой Уравновешивалась Я бы даже сказала Все-таки без утонченности Вам нужна интеллектуалка Но вот без какой-то Излишней внешней интеллигентности Нет, нет, нет Вот не надо Вот это понтов интеллектуальных Не надо точно абсолютно Мне кажется, что я умная Но не нужно показывать свою Можно быть очень умной Но не показывать это В этом и заключается Хитрая женщина После рекламы У нашего жениха Состоится первое свидание Не пропустите Вы смотрите Давай поженимся У нас в студии Виктор Встречайте первую невесту Удачи Братан Удачи Раз Привет Меня зовут Ирина Очень приятно с тобой познакомиться Спасибо А мне это как приятно Пойдем Спасибо, проходите Дюймовочка какая Моленькая Хотя ты знаешь Иногда бывают такие пары Когда он высоченный Она У баскетболистов бывают Такие пары Миниатюрные Ну У всех причем Ну давайте узнаем вас получше Ирина 22 года В прошлом Спортсменка-горнолыжница Сейчас помощник руководителя В крупной компании Гордится мамой тем Что проводила тренировки Детям Беслана Мечтает написать Научно-фантастическую Сказку для детей Ирина Полтора года Полностью содержала Своего возлюбленного А когда в ультимативном порядке Предложила ему Устроиться на работу Он расплакался И ушел Надеется, что Виктор Не окажется Хроническим лентяем Да, это вам не грозит Ерочка, а вам всего 22 года А почему так рано ушли из спорта? У меня была очень тяжелая травма Связанная с менисками Конечно Да У тебя могу ловить Скоростный спуск? И могу ловить Скоростный спуск Я тренером работаю Могу вылетает А вы как к спортсменкам относитесь? Я сам Я знаю Потому и спрашиваю Я сам катаюсь Я потому и спрашиваю Ну, во-первых Лизок Если даже у нас что-то не получится У меня в Австрии И во Франции Есть замечательные друзья Я большин Мы инструкторы по горным лыжам Они тебя возьмут и поражат А вообще это прекрасно Мне кажется, Лиза просто замечательная Ирина Все хорошо, но она Ирина Прости Какой неутолбанный момент Ирочка, скажите Как так получилось Что на вашем издевении Был ваш возлюбленный? Он был не из Москвы И первое время Он жил в общежитии Он поступил в московский институт Жил в общежитии И первое время Он приходил ко мне на свидание От него попала Вам было 13 лет? Нет Это не этот молодой человек Ты ему была Сколько же у нее было? А что там в 13 лет было? 13 лет Я 6 лет до этого Любила молодого человека И совершенно безответная И в какой-то момент Шла по крестному ходу И говорю Господи, ну пожалуйста Мне уже так надоело Ну хоть что-нибудь Ну вот что-нибудь И пришло Собственно Он поступил в московский вуз От него все время От футболок пахло мылом Я очень часто плотная Хозяйственная Ну там видимо стиральных машин нету И мне это очень сильно не нравилось Сначала дарила ему одеколонну А потом поняла Что просто проще Его перевести к себе И стирать самой Потому что Вот И я его Купить ему стиральную машину Это было бы дешевле Содержать Понятно, что она так изъяснилась Но тем не менее Она готова отмывать Там кого угодно Очищать Лишь бы кто-то болит И вот вы его перевезли к себе Да, у меня собственная квартира Перевезла к себе Мы начали жить вместе Он первое время работал Подрабатывал официантом А сколько же вам лет было Когда вы его к себе Отважились перевезти? 19 лет мне было А мама что сказала? Ничего Я не живу с мамой Уже с 14 лет А квартиру у вас откуда? Я работала Горноложный спорт достаточно дорогой И накопилось Мне просто тратить некуда было Что-то выиграли что ли? Ну и призер А с родителями в близких отношениях? Да У меня замечательная мама Просто она все время в разъездах И я ее редко видела Хорошо Итак Вы перевозите молодого человека к себе И он думает Во как клево И стирает Убирает И готовит И деньги зарабатывает Ну Можно сказать и так Но я его еще к этому ко всему Очень любила Очень И она ищет именно отношения серьезных Стабильности Ей нужно просто человека Чтобы она за кем-то ухаживала Все Вы рисуете эскизы для татуировок Татуировок, аэрографию Это после моей травмы получилось так Что мне кажется Ну я думал, что это не та работа О которой вы мечтали Нет, это пока что На домашних Это для машин Это просто увлечение Чтобы чем-то занять свою жизнь А вы как к татуировкам отписываете? Я знаю, что у вас есть У меня байкер Я же могу А показать можете? Конечно Ну у меня только верхнюю можно Это старая еще Это старая Я делаю ее, кстати, в вашем возрасте 12 лет Смело Очень красивое рельефное тело Но это старая еще Это старая, старая А он не добит А есть другие Но я А где, откуда такой загорелый? Такой загорелый Я так же, как Ира Люблю спорт Я катаюсь на кайте Под парусом Значит, без вредных привычек Не курите? Я бросил курить Я считаю, что вообще Самая моя большая победа Семь лет назад Ни одна не выкурилась У меня масса вредных привычек Я люблю читать книжки Долго засиживаться на гашке И с книжкой опять-таки И самое главное, что Да нет, ну конечно Все не без недостатков А вы можете свои недостатки Перечислить? Если честно Я очень люблю Сидеть за компьютером Последнее время Писать книги Это меня невозможно отвлечь Я очень не люблю Когда залезают в мой компьютер Вот Люблю Рисовать А если у вас Голых людей Я не знаю Это минус или нет Нет, это манка тайна Нет, что Я очень люблю Обнаживаться на туру Нет, такое тело Почему бы и не рисовать Вы рисуете с натурой или нет? И с натурой А мужчин и женщин И мужчин и женщин Но это не недостаток Я не считаю Это недостатком Хобби Это хобби Это не является недостатком Покажите сюрприз Аплодисменты 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 Поет она посредственно Но чувствуется, что от души Поэтому когда от души Можно закрыть глаза На какие-то ноты Которые берет, не берет И так далее Аплодисменты 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 Мы же с Ириной на одной волне Анна Я считаю, что молода Ирина, наверное, 22 года Ну, как-то вот молода Молода Ну, а какая? Ему и нужна была такая Не побоялась Не побоялась, да Выдти на сцену, спеть Потому что спортсменка Для спортсменок Такого класса невозможного мало, конечно Ну, очень милая Очень милая девушка Очень естественная, что приятная Действительно, очень естественная А я ценю это в людях Конечно Все люди, которые имеют публичную профессию Любят людей, естественно Значит, Виктору Ирочку я вам не отдам Да, конечно Вы ее сломаете Да Не надо Да хоть она и спортсменка Это все понятно Я сама тоже бывшая спортсменка Съем ее Зачем ей создавать лишние трудности? Пусть она найдет простого себе парня Не такого громогласного Сидеть, ждать вас, сумасойдешь И более того, пойдешь к вам А я с вами Говорят, я знаю, что такое шоу-бизнес Не надо Она для простого парня Не крученая, не верченая Так что не ваша А почему это вы так вот ее сразу Для простого парня приготовили? Не согласна совсем Вы, Виктор, достаточно простой парень Я обычно еще А то, что вы работаете, да, на телевидении Ну, так огромное количество Сегодня работает, завтра нет Поэтому жизнь переменчива, понимаете? Завтра придут новые звезды Если дружишь с головой То понимаешь, что это не навсегда, Роза Я бы тоже хотела, чтобы ты поняла Что какие-то привочки не остались У меня моя хорошая есть работа Поэтому я тебе хочу сказать Мне кажется, что Ирина бы абсолютно Вписалась бы в вашу историю жизни Так как она на вас смотрела, когда пела Как она была внимательна, когда вы с ней общились И вы на нее смотрели с нежностью Дорогого стоит Да, она очень мне понравилась Вот таких молодых людей Сейчас не так много И, конечно, я в очередной раз просто удивляюсь Смотря на сколько лучше новое поколение Я в 23 года был куда более инфантильным Мне кажется, моим недостатком все-таки для него Он говорит, что он не любит высоких девушек Но все-таки у меня рост достаточно низкий Чтобы он вообще меня не заметил Поэтому я считаю, что это действительно мой недостаток Ну, руку класть или на голову, или на плечо Но ему могут быть свои понятия о недостатках На мой взгляд, для 22 лет и даже для другого возраста Она была безупречной Вот здесь в студии Другого слова подобрать просто нельзя Потому что все, начиная от внешности Заканчивая манер вести беседу И быстро реагировать Вы говорите о том, что юное поколение сейчас быстро ориентируется Мы видим здесь каждый день совершенно другое в студии Наоборот, герои молодые очень часто неинтересны Нет истории, нет возможности говорить Нет самоконтроля еще определенного И умения себя подавать Вот в ней это все есть, все присутствует Более того, девушка душевная, любящая Одновременно энергичная и полная сил У женщин это редко сочетается вместе Давай поженимся теперь вашим мобильным Наберите 0736 Розы и Василиса дадут вам совет в любое время Вторая невеста готовится к рандеву с нашим женихом А пока реклама Оставайтесь с нами В эфире давай поженимся У нас в студии Виктор Встречайте вторую невесту АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ах, даже так! Даже так! Очень приятно, Виктор Здравствуйте, здравствуйте! Я Екатерина Так, Атюш, медленно Все? Спасибо! Спасибо, возвращайтесь к нам АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну как теперь дыр? Как раз таки необычная внешность Очень необычная, но красивая такая Я пришла с моим братом Дмитрием АПЛОДИСМЕНТЫ Родной? Да, да Старший брат И с другом нашей семьи Сергеем АПЛОДИСМЕНТЫ Финалистка чемпионатов мира и Европы По европейским и латиноамериканским танцам Гордится своей семьей и тем, что купила дом на Рублевке Мечтает открыть школу танцев Признается, что постоянно теряет вещи Будущее свекровь Екатерина Узнав о помолвке сына Сделала все, чтобы разлучить влюбленных И добилась своей цели Надеется, что в их отношения с Виктором Не будут вмешиваться третьи лица АПЛОДИСМЕНТЫ Даже представить себе не могу Чем же вы не пришлись-то, будущее свекрови? Там была сложная ситуация Дело в том, что у Габриэля Моего бывшего партнера и бывшего бойфренда Была старшая сестра И она очень хотела с ним танцевать Конечно, для семейного бизнеса Было бы гораздо удобнее, чтобы они танцевали в паре И наши отношения романтические были Скажите, Катенька, а чем бы помешало? Допустим, вы бы оставались его подругой Сердца, а он бы, допустим Но если так важно для семейного бизнеса Танцевал бы с своей сестрой А потом я знаю, что пары же Не по этому принципу Хочу с ним и танцую А тренеры же, да, по-моему Ставят, формируют пары Да, ну, честно говоря, тренер Возможно, поспособствовал разрыву Результат на последнем чемпионате мира Мы стали вторыми А будущая свекровь потенциальная Думала, что вот если бы он танцевал с сестрой То получилось бы Конечно, мама прежде всего любит свою дочь Я никогда не была танцовщицей бальных танцев Но я понимаю, как актриса, что в паре У вас должны возникать друг с другом страстные чувства Обязательно на этом строится Это же... Это даже не барит Обязательно То есть вы должны играть вот эти самые чувства Поэтому та искра, которая была между вами Когда между партерами есть определенная химия Конечно, это способствует Нет, поэтому как у мамы мозгов не хватило, что с вами лучше, чем с сестрой В ней такая, знаешь, дикая внешность Да, в ней, знаешь, есть какая-то внутренняя изюминка Вот даже чисто во внешности Что я могу сказать? Я боролась, насколько могла там за границей Мы с Габриэлем разговаривали очень много А кто он был по национальности? Итальянец Итальянец Я 16 лет улетела Детка Так что же вы сразу не сказали Боже мой, это все абсолютно не сестра Они причем Даже если бы там не было сестры Вы все равно там были 300 лет нужны Да, а мнение матери Итальянская мама А мы еще... Боже А можно я спрошу? Лариса, я уже могу вступить? Конечно Я все тут ради меня затеяли Насколько я помню А не ради Габриэля Я вообще хотел сказать Жиревной, да? При том, что я сам себя, конечно, так сказать, оцениваю очень высоко Но в Италии полно нормальных мужиков Что вы здесь забыли, в конце концов Приличных Они могли бы все проблемы женские в России Вы откуда знаете? Я, слава богу, там бывал В Италии мужчины итальянские до 30 лет Маменькая, да, создавать семью И поэтому... Зато они такие темпераментные Так и разговаривают На пляже, где угодно Я всегда слышу итальянских Я вообще не перевариваю кареглазах Мне странно Пришел жених, за которого борется красавица-невеста Неверенно уезжая за границу А может он не хочет нашу невесту? Тут мне нечего сказать Еще сюрприза не было? Нет, нет, нет Я просто... Во-первых, я научился танцевать бачату Я сейчас сам могу тут показать, как я могу Покрутить чем-нибудь А вот и ловлю, кстати, на слове Теперь нечем крутить На сцену Нет, бачату я так и не научился танцевать Ну-ка дайте нам что-нибудь такое На сцену, на сцену, на сцену Смотрите внимательно Танец ерунда На сельской дискотеке будете звездами Готов Поехали, вы ведете это Прекрасно И раз, два, три, бедро Раз, два, три, бедро Раз, два, три, и поворот Раз, два, три, хоп Браво, браво Браво, проходите Катюш, а детишка Когда мы планируем? Я очень хочу детей Желательно все-таки до 30-летнего возраста Моя мама родила нас очень молодой И это здорово Когда мама может быть Нормальной подругой и наставницей Я живу между двумя городами Фактически, между Москвой и Римом И, как сказал Виктор, в самолете То есть, к сожалению, приходится Скажите, если вы выйдете замуж Виктор все время в самолете Нужно уделять очень много времени В любом случае своей девушке Конечно Хотя бы на начальном этапе Чтобы построить какие-то отношения с ней Во-первых, танцы Это дело недолгое Если че Век спортсменов, бальных танцев Вы хотите школу, да, свою открыть? Безусловно, да Я не собираюсь танцевать Профессионально до 40 лет Я хотела бы открыть танцевальный центр А где у нас? Причем в котором бы В Москве, в России Потому что я считаю У нас очень много одаренных способных детей Она очень похожа на танцовщицу Очень Она и есть танцовщица Ну, вот я Катюш, вам нужно время подготовиться к сюрпризу? Я как старший брат А сколько? У нас три года разница Мне 28, Катя 25 Вот Я ее всегда с детства Пытался воспитывать Но она мне не давала возможности это делать Сможете ли вы с ней справиться? Как? Так, давай, старик Во-первых, на ты Во-вторых Что я могу сказать? Никто никого не принуждает Ты же знаешь Чего мы взрослые люди? У тебя прекрасная, офигительная совершенно Сестра Я не понимаю, почему я не остался в Италии Вот хоть убей бог Это, знаете Это своего рода ревность Нет, ну скажи, ну почему ты женился на мне? Вот Ирка, она же такая клевая Она образуется Нет, нет, ты все-таки скажи Почему на мне? Это своего рода такая же ревность Нет, ну почему? Я же такой простой парень Витек Почему она все-таки в Италии не осталась? Да? Ревность Ревность Я понял, дед Сейчас она же куда денется А до встречи Нет Потому что понимала, что встретит вас, Виктор Вот они зато такие живые С ними интересно По ним все видно Понравишься Загорелся Пойдем туда Я с тобой Ты со мной Дмитрий Я знаю, что вы должны помочь В сюрпризе своей сестре Поэтому проходите А Виктор будет смотреть на сюрприз АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Великолепная, потрясающая, лучшая Спасибо вам огромное Проходите, пожалуйста, в свою комнату Спасибо Потрясающая А вам как Пётр и Аня? Что вы хотите от меня услышать? Необыкновенная Необыкновенная, я поддержу Просто мне кажется, что Виктору бы она очень подошла Если ты хочешь моё мнение услышать как брата Скажи Я думаю, что у вас получилось бы интересное свидание А вот в плане брака Есть много шероховатостей Есть что-то в нём, что не вызывает моё доверие Я считаю, что вот такой хороший бриллиант Котовка в лице Екатерины И такая неплохая, в принципе, оправа Которая, который этот бриллиант Может этот бриллиант, как говорится, сделать Классиков цитируешь? Да, классиков Хороший бриллиант Хорошая, правда, да Пусть у нас всё у нас должно быть Да, дорогая Красивая женщина, хороший мужчина Создать хорошую А дети-то какие? Василиса Я считаю, что она ещё и тем удивительна И только, наверное, и смогла выстоять Потому что козерог Потому что мир танцев это адский мир Просто это ведьмин котёл Кипящие страсти, амбиции, большие деньги Потому что это действительно очень ядовитая среда И она при всём этом достаточно открыто рассказывает Вот о том, что её могло бы сломать как человека Меня это искренне подкупило Я боюсь, что она с детства инфицирована Со своим Марсом в стрельце Если не европейским образом мужчиной То европейским образом жизни Она в принципе такая Мне очень приятно, что Василиса это увидела Прочитала Так всё есть, на самом деле Вот удивительно, но у вас это тоже есть Я бы сказала, что вы очень европейский человек Размышляете, думаете, как европеец Общаетесь ровно так Я считаю, что эта европейскость вас может всё-таки сблизить Я считаю, что это некоторый единый взгляд Который вам и ей может быть присущ Но я боюсь, что она по психофизике не совсем ваша Вот я бы немножко другой образ видела Я бы там проверить Особенно физику И психа будет тоже так Знаешь, такое у меня создалось впечатление Что он очень легко подошёл к этому всему Не было никаких личных вопросов Для того, чтобы понять действительно, какая я А не вот эту гламурную оболочку Види, да и титулы Совсем скоро жениху предстоит третье свидание После рекламы Смотри на продолжится Оставайтесь с нами Вы смотрите «Давай поженимся» Я предлагаю Виктору встретиться с третьей невестой Проходите Я готова Да ну не может быть Ну что ж так Да ну Привет Привет Я хотела бы тебе подарить эту книгу И пожелать, чтобы наши будущие отношения Были же такими же сладкими, как содержимые этой книги Я Виктор Дарья, очень приятно Очень приятно Конфетки приносим Давайте на вас посмотрим Ну, мол, мол, мол Дарья, 23 года Сотрудник отдела кадров в государственном учреждении Мечтает выйти замуж до 26 лет И побывать в индийских трущобах Гордится своим воспитанием Предупреждает, что является большой фанаткой футбола Признаётся, что бывает вспыльчиво Дарья рассталась с возлюбленным после того, как он на её глазах Привёл в дом сразу нескольких стриптизёж Надеется, что Виктор с уважением относится к женщинам Ну, Виктор, какой стриптиз-клуб Ни в коем случае не приводит домой? Скажите, пожалуйста, у вас был мужчина А он знал о том, что вы у него были? Ну, я думаю, что, конечно же, знал Наверное, первое время Может быть, первый год, полтора года Вы вместе жили? Да, всё было очень хорошо А как вдруг ему на стризвую голову или не очень пригласить в ваш дом? Сразу двух? Нет, стриптизёж И вам об этом не сказал, не предупредил Ну, оригинально Мне это в голову не приходило Одна из них идёт, спокойно переодевается в его спортивную одежду И вы понимаете, что они не в первый раз Скажите, пожалуйста, Дарья А мысль не зародилась, что он таким замысловатым образом говорит вам до свидания? Как бы не прощай, но до свидания, Дарья Конечно, я подумала об этом Таким очень прозрачным образом он намекает А я ему уже сказала Я говорю, а что это такое? Он мне говорит Сейчас ещё мои друзья приедут Вот мы все вместе посидим Ну, ты хочешь с нами оставайся? Ну, зачем ты куда-то поедешь? Оставайся, с нами посмотришь Они ненадолго И? Я говорю, ты уверена, что ничего не будет? И? На что я получила такой ответ, что возможно, как бы и будет Только... Даша, скажите, ради чего? Он был очень богатый Что вас, юную девушку Я, вы мазохистка Я честно не знаю Просто это была моя первая любовь Я первый раз полюбила человека Причём очень-очень сильно Поэтому нужно было терпеть вот этого урода, который вытирал так ноги Но сейчас... Только одну Один вопрос Я уже давно поняла, что, да, я поступала тогда неправильно Что так себя вести, конечно, не нужно было Надо было сразу собирать свои вещи Тем более мне было куда идти У меня есть родители, которые меня всегда ждут Но вы ведь уехали в другую его квартиру, а не к себе Да, не поехала к себе только потому, что мне не особо хотелось приезжать заплаканно Можно было поехать к подруге Можно было поехать к подруге Можно было поехать куда-нибудь в ночное, там, кафе, не знаю, посидеть, попить кофе, прийти в себя Он вас выгнал? Нет, почему? Я просто сама говорила, что... Вы говорите, заплаканная Ну, заплаканная, конечно, от обиды Она слишком какая-то холодная и сломленная Да я сам по себе человек вот такой, она говорила Даже при первой любви сидела и смотрела, что произойдет Дарья, где ваш такой внутренний порог? Вот что вы можете мужчине позволять? Я понимаю, что все Но это может быть осталось в прошлом Это в прошлом, нет Вот что вы готовы терпеть от мужчины, а чего точно не будете? Не смогу терпеть ложь, не смогу потерпеть предательство Что такое предательство, что такое ложь? Ложь это когда человек тебе преднамеренно врет А вот если он правду будет говорить Ну, не знаю, я буду я с ней спать или не знаю Пойми меня, Даш Как клево Ну, когда человек так говорит, это уже не уважение к тебе То есть он тебя не уважает Во-первых, он не врет Вы говорите, я не могу терпеть Он и не враг вам Он же из уважения говорит Я не знаю Но он не уважает Как хорошо, Леша? Не уважает А вот сегодня вот что? Даже не знаю Вам как кажется? Вы повзрослели? Я считаю, что да И вы готовы к супружеству? Конечно Да, конечно Ну, хорошо А я готова посмотреть на сюрприз Я знаю, что ты увлекаешься яхтами и кораблями Поэтому я хотела бы тебе подарить этот скромный подарок Видео Он съедобный? Нет, это просто цветочки А, ну видишь, это его страсть Она хотя бы позаботилась о его интересах Я предлагаю тебе встать напротив меня Давай И поиграть в маленькую игру И сделать так, чтобы наши кораблики Зрели друг к другу Встретились друг с другом Хочешь так поближе к мужчине? Давай кораблики подуем АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо Я считаю себя очень яркой Просто, возможно, я немного застеснялась и засмущалась Но я не считаю, что это плохо Конечно, вы чудесную Дашу подзаклевали Она просто из всех трех девчонок Ей было сложнее всего чувствовать себя в публичном поле У нее непростая история личной жизни Она весьма неоднозначная Я могу сказать, что мужчина, который привозит в дом Девушек Но при этом любит тебя обеспечивать Какая-то тебе машина Это далеко не самый плохой мужчина Из всех, которые встречаются на просторах нашей страны Я не собираюсь его оправдывать Это отдельно разговор Тем не менее, это не самая смертельная история Трудно представить себе женщину, которая себя уважает Знаешь, что у нее нет никакого предостава Василис, все-таки эта история в прошлом уже Смотри, какой молодец Защищает меня Небедную и сейчасную девушку Насколько Вообще, насколько мы по зодиакальным вашим картам совместимы? Ни насколько То есть, астрологический дизайнер Он от стиха Он добрый, он хороший человек Великодушный Как вы считаете, кто подошел бы наиболее Виктору? Без лишних слов Мне кажется, Ирина Спасибо Соглашусь абсолютно тоже Ирина, Виктор Я сделал свой выбор Да А мне кажется, вам подошла бы Дарья Конечно, я бы за ним вышла бы, если бы он зашел сюда А почему же не Екатерина? Жалко Екатерину Почему? Дашу мне не жалко А кому она нужна, Даша? А вы вот, пожалуйста Вы говорите Она такая прекрасная И ничего страшного в ее жизни не произошло Нацеловывали там И она вам подсластила Почему нет? А Екатерина Звезда Для другого неба Пока то впечатление, которое у меня создалось Что он несколько Он не готов вообще жениться Не к браку, да, он готов Он готов к флирту Он готов к красивому романтическому свиданию А Ирина? Для какого-нибудь звезда, интересно? Мне тоже ее жалко Понимаете, и Ирина, и Екатерина А нет, я вам объясню, почему Они уже созрели для того, чтобы жить Вот такой приличной жизнью Любить мужа Ждать от него уважения Рожать детей Вести дом А вы пока еще не наигрались Вам еще нужны эмоции Вы еще пока буйствуете Вам чего-то хочется доказать миру Что-то такое прокричать Это нормально для мужчин Поэтому вы с дарь Вот вы с дарь И будете бороться какое-то время Пока девчонки не подрастут Молодые очень Очень молодые Я сделал свой выбор, Ларис Я считаю, что Вы хороший генофон страны Поэтому клонироваться надо С талантливыми, яркими женщинами Катюша здесь единственная, собственно говоря Вы очень похожи Общность интереса поговорить, собственно, есть И главное, дети будут красивые Рад стараться Блужу отечеству Василиса, а что вы скажете? Ну, будьте готовы к браку еще не скоро А только в 2017-2018 годах До свидания Ну, если хотите правду И песни с ним не выйти Правда, в ближайшее время У вас будет действительно возможность потренироваться У вас будет яркий роман Но с Дашей Астрологически уникально вам подошла бы Екатерина Но сегодня на меня большее впечатление Прозвела Ирина, я честно признаюсь И мне кажется, что именно у Ирины В силу возраста Еще есть возможность И набивать себе шишки И ждать вашего созревания к 2017 году Поэтому я сегодня за нее Ну, я думаю, вы действительно сделали свой выбор Слушайте свое сердце Мы вас в любом случае поддержим Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс их номером По телефону 4-4-ки Кристина, 22 года Номер 2675 Студентка, в будущем детский психолог Предупреждает, что никогда не согласится уехать из России Хочет встретить целеустремленного мужчину С красивой улыбкой Который готов к серьезным отношениям и семье Дарья, 23 года Номер 2676 Журналист Интересуется искусством, театром Любит путешествовать на машине По старым русским городам Познакомится с молодым и воспитанным парнем Который знает о хороших манерах Не понаслышке Мы не знаем, выйдет Виктор Один или с избранницей Я приглашаю всех Выходите, давайте его поддержим Но это был секс, Катюня У нас есть пара Виктор и Катерина Вы красивая пара И весь мир у ваших ног Для вас поет Ева Кольна АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Зачем? АПЛОДИСМЕНТЫ Зачем? Все тебе знали И кстати скажи Мне бы было легче не знать, что ты трешь А теперь навстречу бегут этажи Как мои кусочки, их не соберешь Я не понимаю, как сделать, что было не больно дышать Без тебя АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Зачем? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И я не прошу ни о чем И я не жалею Ни дня Мы больше с тобой Не вдвоем Но весь этот мир За меня Если вы тоже хотите обрести свое счастье Заполняйте анкету на сайте Первого канала Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс именем героя на номер 4 четверки Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай, поженимся Если в ладони моей Я не прошу ни о чем Время быстрее И больше не думать о нем А как это было давно Но только не здесь и сейчас Но и с тобой заодно А весь этот мир против нас Если в ладони моей Спасибо! Спасибо!